Тише Здравствуйте, господа хорошие Я без преувеличения хочу сказать, что сейчас у нас с вами в гостях в 13-й студии Останки на 4-м канале «Эпоха» Имя этого человека было в ряду с теми явлениями, которые пришлись на эпоху расцвета, ренессанса, советской гордости Все мы тогда с вами гордились первыми спутниками, собаками Лайка, Стрелка Потом Юрием Гагарином, Юрием Власовым, самым сильным человеком планеты Юрий Петрович, я очень рад вас приветствовать в нашей студии И поздравляю вас с днем рождения, который у вас завтра, 5 декабря И от всей души желаю вам всяческих благ, добра и процветания Спасибо Юрий Петрович, вы прожили долгую жизнь на таком твердом олимпе советского государства Вы были олицетворением силы и мощи этого государства Вам приходилось сталкиваться с сильными мира сего, пожалуй, на протяжении вот долгого-долгого промежутка времени всей нашей истории И все главы государства, вся власть искала дружба с вами, протягивала вам руку Или как происходили взаимоотношения вашей, вот вашей личности, вашего, так сказать, положения вот с этой самой пресловутой властью? Ну, в общем-то, я с 1957 года, когда установил первые рекорды, стал известен в стране В этом смысле почти 40 лет И получается, что сейчас даже, наверное, не только в российской политике, но и в мировой политике Нет человек, который столько стоял бы во весь рост перед обществом Потому что с 1957 года это были не только рекорды Я тогда стал в 60-м году депутатом Совета, до 64-го года Я много печатался, не о спорте, очень много выступал Из-за этого у меня, кстати, потом были и самые главные большие неприятности, раздумья пошли о том, где и как мы живем Какие отношения у меня были с нашим руководством? Искало ли оно со мной знакомство? Оно не искало знакомства А когда я стал чемпионом, великим чемпионом, тогда была известность большая Я ведь выступал даже в Звездном городке, когда еще Гагарин не летал И когда я выступал, он вставал, говорю, разрешите вопрос Я говорю, да, он старший депутат Гагарин, разрешите вот такой вопрос Я еще это хорошо помню в 60-м году Там был Цветов, там был Леонов Ну почти вся первая группа, вся элита наша У меня много было интересных встреч с Гагариным Искали ли они встречи со мной, власть искала, протягивала руку Вы знаете, относился с большим уважением Потому что, ведь это, я был, ну так немножко, если сказать штампом То выражением успехов, мощи нашего государства Тут смешивалось многое Смешивалась и задуманная идеологическая, так сказать, марка Самый сильный человек мог родиться только в этом государстве И при этом строй Что, в общем, тоже имеет основу Я потом докажу, почему Сейчас в двух словах Но здесь была и гордость чисто человеческая За то, что вот в России такой сильный человек Тем более, надо знать предыстории Там был очень сильный американец Эндерсон И он же был, знаете как Он и сейчас остались его рекорды не побит А чудовищные рекорды силы Он ушел в профессиональный спорт Поднимал различным способом тяжести И вот американцы, они ведь подняли целый огромный бум Все десятилетия все шло под установлением памятников Ему, что только в этой системе все И вдруг, и он весил-то страшно под 170-165 килограмм При росте 172 Кстати, очень добрый, хороший, милый человек он сам был И вот когда вдруг такое появляется у нас в России Естественно, это был взрыв интереса И взрыв уважения тоже ко мне Тем более, я тогда был подтянут И я даже при весе 140 килограмм выступал в основном я 125 килограмм А поднимали самый тяжелый вес, да? Я поднимал, вы знаете, до 65-64 года существовала в мире такая негласная традиция Передачи титула «Самый сильный человек мира» И тогда было распространено И он определялся по самому большому поднятому весу То есть чистые мускульные выражения Не сила в драке проявленные, в боксе, в каких-то современных видах А чистое мускульное выражение Тем более, мы выступали без допингов, без наркотиков Это было чистое воплощение человеческого силы Вы говорите только за себя Или это распространялось на всех спецменах? Его не знал мировой спорта Он пришел в допинг Я мог бы рассказать целую историю Он связан с Коннелли, у которого была сухая рука в Америке Знаменитый метатель молота Ему делали инъекции И у Коннелли, ну это который поддерживает развитие мышечной системы Сухое отрождение руки поврежденной И когда делали эти инъекции, он заметил побочный эффект Рост сильной мышечной массы, силы И все стали уже этим потом Нет, он один это держал в секрете Он бил рекорды и был первым А потом он тихонечко это рассказал А какой год был? Это конец 50-х годов Американцы это держали до середины 60-х годов в полном секрете Никто это не знал А потом это тихонечко стало распространяться по всему миру К нашу спорту это пришло в 68-69 год А с начала 70-х годы это была уже государственная программа Это уже официально мы пользовались наркотиками Они на уровне наркотики считаются Хотя это не наркотики, но они изменяют мышечную массу искусства Но вы принципиально не пользуетесь этим А оно даже не было в мое время Мы не знали об этом У нас была тренировка головой Надо было искать наиболее рациональные методы тренировки Чтобы войти в соперника А не традиционные Одним способом тренируйся Он приносит тебе великий результат Но этим же способом пользуются соперники И выходят на твой уровень Надо все время искать новые способы тренировки Здесь все время шла гонка не только силы, а умения, культуры тренировочной Юрий Петрович, я позволь себе включить звонок телезрителя У меня масса вопросов к вам Но сначала телезрители Алло Здравствуйте Добрый день Добрый день Разрешите обратиться к Юрию Петровичу Да, пожалуйста Юрий Петрович, здравствуйте Очень рады видеть вас на экране Я вот давно, уже много лет слежу за вашим творчеством За вашими успехами в спорте А вот последнее время, вот последние буквально месяцы Вас не видно и не слышно И очень мы благодарны Ивану, что вот вас пригласили в эту студию Юрий Петрович, во-первых, я поздравляю горячо вас с днем рождения Желаю вам здоровья, хорошего, крепкого здоровья И вот выглядеть так же, как вы сейчас выглядите Мы очень рады вас видеть в таком хорошем виде Потом мне хотелось бы узнать Как ваши дела сейчас в отношении ваших книг Вот я слышала, что выходит ваша книга «Огненный крест» Как и когда можно будет познакомиться с ней Где можно будет ее купить И еще, Юрий Петрович, пожалуйста Если можно, в нескольких словах Расскажите вот ваши ощущения за последние месяцы Как вы ощущаете состояние в нашей стране И хотелось бы знать Как у вас Вот в отношении выборов Почему вас не слышно Почему мы не видим вас в списках Как это все у вас Почему странно вы такой активный И такой, как сказать, честный И такой человек Вы совершенно не слышно Где вы сейчас Где вы баллотируете Где вас можно увидеть И как с вами можно встретиться Вот это вопрос мой Ну такой маленький вопрос Который, я так подразумеваю Требует ответа практически на всю передачу Что касается книги Я уже на ее листал Она вышла Я быстренько отвечу Я шел по списку РХДД Российского христианского Демократического движения Но были созданы такие трудности Искусственные Что партия не прошла Да вот даже при сборе подписи Когда на улице моя жена поехала узнать Как идет сбор подписи Возник конфликт Милиционер подошел Стал грубить Почему эта партия собирает Ведь, очевидно, указания были даны Определенные партии Не разрешать собирать Она предъявила свой паспорт И мой паспорт И вот мой паспорт взяли И зарвали в куски Это при сборе подписей Это так делается Но когда я не прошел по этому списку Искусственно не прошел То я даже понятия не имел Меня не было в Москве В северо-западном округе Часть людей добровольно собрала Совершенно я не просил никого 10 тысяч подписей С двойным, там, с тройным перекрытием Я очень тронут этим был И таким образом я зарегистрирован депутатом По северо-западному округу Почему не видно? Вы знаете, выступать Мне позвонили, сказали Телевизионное время стоит Одна минута, миллион рублей Кабельное телевидение Три миллиона стоит выступить Залы снимать Миллион стоит Поэтому, наверное, последний выбор У нас в стране, где может Еще относительно свободный кандидат выбирается А будет дальше выбирать деньги У кого деньги, тот и организует Большую передачу Мы благодарны, кстати, Валентину Ивановичу Декулю Который пожертвовал Временем своей передачи Я благодарен Я его хорошо знаю Он еще когда начинал Ко мне обращался За поддержкой Потому что, в общем У нас судьба-то общая У него была изуродана Спина, позвоночник И у меня И мы оба выбирались Разными путями 6 декабря У меня будет выступление Кто интересуется В клубе «Октябрь» 500-го завода И 9 декабря В 19.00 В кинотеатре «Балтика» Кто хочет из избирателей Или не только из избирателей Послушайте меня Пожалуйста, приезжайте Почему я не выступал так долго Ну и тут вопрос ясный У меня с властью Очень тяжелые отношения И по существу Мне было запрещено Все годы Появления на телевизоре И вот на экранах телевизора Я сейчас Для меня это Совершеннейшее Полное неожиданное Что я буду сегодня выступать Я считал, что меня больше Вообще телезрителей в стране Не увидят на экране телевизора Я считаю, что это крайне несправедливо Потому что Можно по-разному Относиться к вашим Политическим сегодняшним взглядам Но то, что вы человек Олицетворяющий Самое лучшее, что есть В нашей стране По-моему, это бесспорно Вы знаете, если бы только телевидение Но и газеты Все запрещены Это, конечно, печально Я всегда говорю Я всегда говорю Меня вырвали язык Алло Алло Да, да Здравствуйте У меня вопрос с Юрием Петровичем Да, пожалуйста Юрий Петрович Расскажите, пожалуйста Что-нибудь о своем тренере Который вас начинал тренировать Или о котором вы тренировали Так сказать Хорошо Я только единственное Мы не успели ответить По поводу Огненного креста Юрий Петрович Да, вот сейчас На предыдущий вопрос закончу Я много лет писал Почти 20 с лишним По 30 лет Большую книгу собирал Документы Я встречался У меня вообще В этом отношении Была интересная жизнь Когда прошел 20-й съезд Хлынуло много людей Из лагерей Потом много документов Пошло Стало переворачиваться Представление о том В каком мире мы жили А за ним пошло Другое многослойное Познание мира И вот я тогда много встречался Я видел очень интересных людей В нашем государстве И первых лиц я видел В государстве И понемногу У меня уши были все время расставлены В книги вошли Очень интересные документы Очень интересные встречи Но книга, конечно Не мемуары Это художественно-историческое исследование Она выходит сейчас В издательстве Прогресс Старым изданием Жаль, что всего 10 тысяч экземпляров Тираж Был намечен 150 тысяч Я думаю Тут не сыграло роль И, конечно Как мне объясняет Цена на рынке бумаги Но, думаю Моя книга бы разошлась Думаю Это тоже определенное Политическое давление Со 150 тысяч Экземпляров Тираж Был снижен До 10 тысяч Экземпляров Через 10 дней Будут поступить Последние 2-3 тома В прогресс В магазины И будет эта книга Продаваться Я очень благодарен Вам за интерес К этой книге Что касается Моего тренера Суэль Петровича Багдасарова Он жив и здоров Мы часто перезваниваемся Познакомился я с ним В 1955 году Ему обязан Огромной Помощью Мы были Одним целым Организмом Любили друг друга Прошли тяжелую жизнь В спорте Полную Трагических испытаний По-настоящему Тяжелая атлетика Такой спорт Там в команде Ты ошибешься Мяч свой подправят Или ты ошибку сделал Упал Вратарь еще есть Здесь один на один Выходишь Десятитысячным Залом огромным И даже если ты в борьбе В боксе выходишь Ты можешь обмануть Противника Штангу Если она весит 250 килограмм Никогда не обманешь Отсюда тяжелейшие травмы У меня и позвоночник Изуродан Две тяжелейшие операции В жизни было На грани смерти Колени изуродованы Плечи Это был тяжелый спорт Я не сгущаю краски Но он был и счастливый спорт Знаете чем было счастье Вообще в то время Было счастьем жить Потому что был нужен Людям народу Вот все что я делал Это давало Окрыляло меня Я жил И мне это было Великим счастьем Когда я сделал это Вернусь на родину После тяжелых соревнований Иду Не похвальба Не какой-то там Вот мне нужно было Обязательно пощекотать Какой-то славой Огромное сделанное Людям дело Такое же как люди пашут Такое же люди как строят дома Я делал свое огромное дело Для народа И я был счастлив И горд этим Ир Петрович Вот вы были великим спортсменом Но при этом Вас хотели видеть Только спортсмены А вы ведь Вот у вас было Раздвоение какое-то Внутри Вы сами говорите Вы все время Держали как бы Уши топориком Слышали И все видели Двойное дно Всего того Что вас окружало Вот И вы писали Многое писали В стол Много думали То есть Вы были Незаурядным спортсменом Вы были Человеком Попавшим на Олимп И видевшим еще вторым зрением Все то что происходит Вы знаете Я вообще в спорт пришел То случайно Я мечтал заниматься Литературой После Академии Война воздушная У меня Ну такая в общем-то Открывалась Блестящая карьера Потому что у меня редкая Тогда в 59-е годы Была профессия Земля-воздух-ракета Они только входили еще В строй Я даже работал По описаниям Которые были подписаны Сыном Берия Главным инженером Округа ПВО Это только-только Начиналось дело И в этих условиях Конечно для меня Было очень много Я фактически По окончании Их один Попал на полковничью должность Не было таких людей Такого профиля Но я настолько увлекался Литературой Настолько любил ее Что для меня Спорт когда начался Он открывал возможность Заниматься Время было У меня не было Жестного поэта И я пошел Это не только поэтому Меня увлекал спорт Но он мне давал Вот эту блестящую возможность И в конце Литература целиком съела Я ушел ведь Разгар силы Еще полный сил И спорта И целиком Перешел на литературу И вот когда я занимался Литературой Литература это анализ Это средство общества Тогда многое началось Я Мои выступления В спорте Против профессионального Спорта Против эксплуатации Детей В спорте Против наркотических Других вещей Снискали У меня огромный ненависть Чиновничества спортивного У меня очень тяжелый В этом отношении Спорт был Каждое выступление Оно было не только славным Но оно могло стать последним Этот последний ждали Чтобы я В спину смотрели Та злые глаза Да что вы Сколько собраний было В которых меня объявляли Идеологически чуждым Сколько было Скандалов За мои выступления Против Я считал Что вообще Профессиональный спорт В том виде Как он у нас существовал Это обман человечества И людей Мы эксплуатируемся Мы гладиаторы А нас потом выкидывают Из такой Знаете Фальшивой формулы Вы любители Вы пришли сюда И уходите Без копейки Ребята издевались Над ними Это по существу Издевательство Когда профессионал Выходит как любитель Никому твоя судьба Больше не нужна Спивайся и гибни Ну вот из-за этого У меня были Большие неприятности И мне один раз Хрущев спас От большой неприятности У меня должны Поднимался вопрос Об исключении Из партии От тяжелого взыскания И Хрущев Прекратил это Он сказал Такие люди Должны руководить спортом Подождите Настанет его время Что мне причинило Еще больше неприятностей Так как стали завидовать Очень Предложил вам пост Министр Спортивного Он так открыто Не предложил Но он ввел меня Держался Такого принципа В общем-то Он интересный человек И беседы с ним Оставили Сильное впечатление Произвели на меня Вот вы говорите Сейчас о своем Диссидентстве В спорте В основном Потому что Вы боролись С профессиональным Спортом Советским Который маскировался Подлюбительски И видели в нем Уродливое Но ведь Наверное Вы И с идеологией Уже начинали Входить в конфликт Ну конечно Это же все было Потому что Вся Вы понимаете Тут Вообще Человеческое Прозрение Не бывает Однажды Оно Многослойное По мере того Как человек История движется И государство Мы были одни В 89 году Я вам сейчас скажу И совершенно по-другому Видели все события В 91 году Совершенно все Видели иначе В начале 92 года И сейчас Иначе Видим все Что происходит И видим иначе В 60-е годы Я такие Свои первые выступления И свое вообще Такое отношение Наверное С начала Самых 60-х Годов С 59-х Обязанным Я был Ивану Михайловичу Гронскому Такой был Очень крупный Идеолог До В 30-е годы Сэр Максималист Крупнейшая личность Дожил он До 90 До 90 лет Умер В 85-м году Он очень Опекал меня И очень помогал Мне в образовании Это очень редкой Такой силы Человек В воле И он Первый Меня подтолкнул К решению Этих вопросов Но они были Еще и заложены В меня Конечно И тогда Резкие столкновения У меня Даже по идеологии Произошли Кстати Вы знаете У меня очень Интересный Разговор вышел С родственниками С отцом и матерью Гайдара В 62-м году На Купе Я был С правительственной делегацией Которая Вручала Фиделию Кастро Тоже очень интересный Документ Поздравления Советского народа Под Новый год И на Новый год Меня пригласили Родители Гайдара То есть Контрадмирал Да Он тогда Еще не был Контрадмирал Он и полковник Денисов Представляли Правду В Гаване И пригласили Меня на Новогоднюю ночь К себе Я приехал К ним Вот в области Диалогии Резкое столкновение Между нами Ими вышло Я считал Все что делает Хрущев Это половинчато Это не то Идет огромный обман Что народ Обманут Не то все делается У нас нарастает Не те явления Это не та партия Не та политика После чего Жена Гайдара Отца Сказала мне Что в таком доме Терпеть такого человека Противно Неприятно И я встал Это была В новогоднюю ночь И сказал Не буду я С вами встречать И пошел Они через всю Гавану Пешком домой Юрий Петрович Ну я думаю Что встретиться Я с вами Например Или Ну я тогда еще Был пацаном Ну скажем Мои родители Вот в то время И может быть Тоже случилось так Чтобы мы разошлись С вами во мнениях И кстати сказать Вы сами Вот лично Своей судьбой Своим именем Своими достижениями Внушали всем нам Вот мне Как пионеру Там старшему поколению Как будущим Там коммунистам Или комсомольцам Гордость за все То что происходит Правильно Но у меня была Государственная Точка зрения Я болел Всегда за Россию Я хотел Чтобы она была Хорошей И то что делалось Мне было больно Да Вот тут как раз Вопрос Об использовании Понимаете Личности Властью Потому что я понимаю Потому что я понимаю Что за вами стояла Гордость за Россию Но вас то использовали Как идеологическую Мощь нашего Коммунистического Замечательного государства И я помню прекрасно Что я радуюсь За то что у нас есть Власов Гагарин Ракеты И спутники Жалел Тех кто родился Не в Советском Союзе Понимаете И жалел Тех кто живет Не так как мы Это чистое детское Вот такая И был счастлив Что вот Я учусь В этой замечательной Советской стране Я думаю что вы сейчас О многом тоже жалеете О том что было в то время Вы знаете На самом деле По жизни я не жалею Автоматически нельзя Как у нас сейчас Все перечеркивает Выбрасывать Это огульно неправильно Понимаете Потом я считаю Глубоко Вот сейчас просмотрев Я не беру Последние десятилетия Политику Коммунистической партии Последней формации Хотя я всегда Выстал Резко Антикоммунистических Своей В прессе Потому что То что происходило И как номенклатура Сдавала советское государство Именно номенклатура Верхняя Это был позор Потому что Нас давала Ни советскую Коммунистическую партию Ни диктатуру КПСС Против которой мы бороли А как сейчас Выясняется Русское государство Русское государство Оно сдавало Потому что Мы когда боролись Мы боролись С номенклатурой С властью диктатором Диктаторской власти КГБ Диктаторской власти Номенклатуры Но оказалось Что когда мы Уничтожили Эту диктаторскую власть Речь шла Не об уничтожении Этих институтов А уничтожение российской государственности, вот какие силы пришли за этим, уничтожение нашей нравственности, культуры до самых основ, вот это для нас было совершенно новым. И здесь часть людей, которые сориентировались, сразу же повернулась за то, чтобы работать и спасать нашу Россию. Мы ведь выступаем заодно, чтобы наше российское государство не было не шовинистическим, чтобы оно не было не каким-то воинственно-агрессивным государством. За независимую, сильную, самостоятельную, гордую Россию, в которой всем людям, которым живется, было хорошо. И нам больно, когда ее разбазаривают, торгуют, предают, когда наша внешняя политика превратилась в нищенку и прислуживают. Когда мы, ну все это, я коротко скажу, называется государственным, любви к отечеству и укреплению его. Я не хочу специальное слово патриот, государственное более широкое понятие, оно объединяет более широкие слои. Оно является, чем оно ценно, это понятие? Оно является и интегрирующим, объединяющим понятием. Оно может соединить даже различные силы. Я могу говорить об идеальном государстве, Юрий Петрович, это совершенно справедливо. Но только согласитесь, что распад этого государства начался не тогда, когда был свергнут диктатор в лице коммунистического режима, а именно при этом диктаторе. Потому что диктатор был двулечен. Он одной рукой разрушая государство, другой возвеличивал с помощью таких, кстати, людей, как и вы. Это же государство. И на самом деле вот этот вот раскол, разлад между правдой и истинным положением вещей, вот он, по-моему, был гибелен для России на протяжении всего этого времени коммунистического режима. Ну, здесь, если так вот подходить, то я думаю, что это формальная сторона. Но ведь вы не учитывайте другого, что, в общем, люди в коммунистическом режиме... Я жил очень интересное время, в Великую Отечественную войну, я мальчиком и кончал уже подростком. Я видел коммунистический режим, когда он сумел врасти и соединиться вместе с патриотическо-государственным началом в России, составлял единое целое. И вот многое от этого люди принимали как извращение, как недоработку, как какое-то недело. Но это не было... Было огромное... Это неправильно сейчас изображать, что все только было ненавистным нам. Было много, за что мы гордились. Я считаю, что прошлое наше сейчас подвергается ошельмованию. Оно нуждается в приспристрастном историческом изучении. Вот я стараюсь это сделать в своем трехтомнике, хотя тоже у меня пристрастные оценки. Но из этого я хочу отойти от него, сделать только один вывод. Почему сейчас тяжело и трудно? Потому что люди вышли из того мира, каким бы он ни был с тяжелым, с огромным уважением к народу, к своей истории. И люди не мирятся не только с нуждой и нищетой, но и с тем, чтобы это прошлое, за которое они гордились, было превращено и втаптывается в пыль. Люди еще против этого, ведь не только хлебом единым человек. Хотя именно это сейчас старается сделать. Наживо раскалывает людей. Вот я думал, почему наше государство так быстро рассыпалось 2-3 года? Мощное, на самом взлете, огромное соединенное тоталитарное государство, всем своим идеологией нацеленное против империализма. Почему оно через 3 года становится капиталистическим государством? В людях разожгли самое страшное, что есть. Инстинкт первородный, жуткий, который подавлялся разумом культуры, страсть к наживу, к буршу. Каждому что-то дали и крикнули, и дали в плече. Грабь! И это мгновенно раскололо общество. Вы понимаете? Илья Петрович, стало быть, вы, если были таким последовательным антикоммунистом, то сейчас постепенно вы чувствуете в себе антикапиталистические. Или вы относитесь просто к взвешенной какой-то политике? Я люблю свою Россию, Родину. Любят ее все. И левые, и правые могут так сказать. Они по-своему. Но события недавние, 3-4 октября, 5-го, вызвали у меня глубочайшее потрясение в жизни. Я испытал, наверное, самое тяжелое. Даже, наверное, так, когда папу хоронил, я и маму не пережил так, как эти события страшны. Выводом из них у меня будет один вывод всегда. Я думаю, что мы должны соединять сейчас все силы для того, чтобы строить Россию на принципе. Не ты паршивый кадет, я с тобой дело не хочу иметь. Ты паршивый такой, я с тобой не хочу делать. Ты вот большевик, я видеть тебя не хочу. Я хочу сказать, что вот сейчас для того, чтобы мы выстояли против напора вот этого зла, который образуется в нашем государстве, образовалось и мощным напором сметает устои российской государственности, мы должны соединиться все. Тех, кто любит Россию. Без различия цвета, партийных убеждений, национальности. Только это даст нам возможность отставить Россию. В Ростопырку, каждый один за себя, высчитывая какую-то ненависть партийную, узкую, злобную, какие-то пункты, мы все проиграем. С этим трудно спорить. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы прежде всего от своего имени Горяйнов, моя фамилия, поздравить Юрочку. Я имею на это право так сказать, потому что мы вместе учились в Сорском моем училище в Саратове. Пожелать ему здоровья, счастья, всего наилучше. И второе, когда становишься старше себя, как-то вспоминается Саратов. Вверху помню Кукарцев, внизу Юра Власов, наш тренер Крусталев, полковник. Вот немножко бы затронуть такую тему. Всегда приятно вспомнить Саратов. Наш, так сказать, Суворовское военное училище, наша жизнь, вообще приятно так. Немножко такой темы. Трудно было дозвониться до тебя, Юра, но вот решится же позвонить сюда. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Евгений Петрович, вы знаете, вот я слушаю вас и понимаю, что мы, в общем, сейчас на самом... Я доскажу, что вы говорите нам даже без острой темы. Нужно часа полтора. Я согласен с вами. Уничтожно малое время. Мы все время, я все время за язык себя обрываю, обрываю. Целые пласты огромной интересной жизни, не политики даже, не какой-то пропаганды политической, а просто интересных судеб отечества, свидетелем которого я был, интересным свидетелем, потому что меня жизнь вывела на какой-то интересный, любопытный уровень знакомства и свидетельства ввиду моего большого спортивного веса, я был приглашен, знал, видел. Да и папа мой был крупнейший разведчик нашей страны, он меня тоже как бы, я наследовал от него. Кстати, об этом тоже немногие знают, я бы два слова вот хотел от вас услышать. Да, и вот целые пласты выпадают в разговоре, это огромнейший интересный пласт нашей культуры. Отец ведь был военным советником, или как правильно сказать, в Китае? Нет, он закончил в 1938 году институт востоковедения именно Римана, но фактически там был спецфакт, готовились кадровые разведчики, ГРУ, главное разведывательное управление. Папа его закончил, у него было много командировок в Китае, он очень сильным себя китаистом проявил, он блестяще знал китайский язык, знал все диалекты, а у них диалекты отличаются, как у нас, украинский, белорусский, польский, он ими владел свободно. В 1942 году он оказался при Мао Цздуне, возглавлял нашу ТАССовскую группу, под которой скрывалось в количестве 13 человек, кадровая разведывательная группа. Отец должен был следить за тылами Квантунской армии, потому что отсюда существовала, несмотря на все документы Зорги, опасность нападения. В случае падения Сталинграда эта группировка, конечно, устремлялась на Сибирь, как они называли ее, Сибирьго. И папа там ее шпиговал агентурой, получал все данные. Агентуру он черпал из Коммунистической партии, потому что Китай, это были люди того и той же вид внешней, той же национальности. Но когда он стал работать, его заинтересовали некоторые большие интересные вещи политические, которые происходит в Компартии Китая и личность Мао Цздуна. Он этим не имел права заниматься, как армейский разведчик. Он стал этим заниматься. Любопытство его сгубило, да? Но он принес стране огромные пользы, потому что добыл бесценные документы. Да, его книги это... Да, это сейчас единственный уровень. Вот поэтому меня и принимал Андропов, была интереснейшая беседа, около 40 минут. Потому что я к 75-му году, к 74-му являлся единственным носителем этой информации. Потому что работал непосредственно документами отца в архиве ГРУ. Уцелели ли сейчас эти документы, я не знаю. Юрий Петрович, я знаю, что когда он почувствовал, что над ним нависла опасность ареста, он с вами запирался еще с юношей. Он запираться не стал, потому что он знал, что все прослушается. Да, он уводил меня в парк. В парк. И в парке он говорил, но его главная тема была не эта. Он был кристально честный человек. Огромный разведчик, огромное положение. Мы жили в коммунальной квартире, у нас не было никогда автомобилей. Отец из рабочих вышел из кузнецов. Потом был в горно-спасательной станции. Он считал, что это развращается, что это мерзость, что это не революция, это подлость. Когда так люди своих детей воспитывают, он держал нас в жестком, настоящем таком теле. И он, когда уводил меня, он боялся больше всего, что его могут выдать за врага народа. Потому что его информация расходилась с тем курсом, который начинался. Сталин и Мао слушают нас. Он дал критическую очень оценку. Документант, подтвержденный документами. Но тогда из политических соображений, в холодную войну, нам надо было важно получить союзника Китая. Чингайши нам был не союзник. Он выходил на 6 тысяч километров, 5 тысяч километров к нашим границам. Мы взяли ориентацию, несмотря на враждебные позиции Мао Цзэдуна, которая потом и Даманским, и 10-летним противостоянием обернулась. Это был все равно исторически правильный выбор. Но отец-то оказывал со своей информацией ненужной, за что он и заплатил жизнью. И он, когда ходил в парк, он все время говорил одно. «Сын, если меня объявят врагом народа или будут вот так вот носиться, что я...» Я никогда не предавал отечество. Я его любил и служил ему. И многое чего рассказывал мне. Из того, что мне потом очень помогло сориентироваться в массе документов. Ведь там работали и советники Хрущева документов, и советники Брежнева. Никакой информации они не могли объективно получить. А у меня был из рассказа отца ключ к пониманию того огромного фактического материала. И я написал ту книгу, которая была переведена на многие языки мира. У нас с миллионным тиражом, и купить ее до сих пор невозможно. Она, кстати, вышла еще 101 экземпляр с грифом «Секретно». Там подлинные фамилии. Потому что здесь мне приходило, чтобы американцы и японцы не раскодировали коды. Путать все в книге. У меня задний материал, передний, насыщать по специальной системе. Потому что все наши радиограммы времен Второй мировой войны перехватывали Тайвань, американцы, японцы. И они могли прочитать наши оперативные информации все. Чем больше я вас слушаю, Юрий Петрович, тем больше, конечно, сожалею, страшно, что действительно эпоху нельзя выслушать в течение часа, двух. Причем со мной, если я умру, умирает интереснейшие вещи по Китаю, по документам, которые не зафиксированы даже в архивах. Я надеюсь, что мы, 4 канал Останкин, обязательно вернется еще к разговору с вами. Мы подумаем, в какой форме сохранить для истории все то, что вы знаете. У нас осталось очень мало времени, я позволю себе несколько телефонных звонков. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Да-да. Алло. Алло. Пожалуйста, давайте женщине приоритет отдадим. Мы слушаем вас. Ну, к вам не прорваться просто. И тем не менее, алло. Да. Юрий Петрович, добрый день. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы сегодня внимание к себе со стороны средств безопасности, со стороны органов безопасности? Вот вы очень точные слова нашли для сегодняшней ситуации в стране. А как у вас с этим? Спасибо. Алло, алло. Я отвечу на этот вопрос. Как внимание со стороны органов безопасности? 92-й год и половина 93-го я не мог идти по Москве без огромного хвоста, который не прятался даже нагло. Иногда даже хулиганские вещи позволял себе разглядывать. Ну, как идешь вот под охраной. А если кто хочет, сейчас приходите в Чапаевскую переулку, дом 16. Там стоит огромная машина для подслушивания, специально полевая, которой мои соседи практически каждую неделю протыкают баллоны. Она падает на бок, ее возят баллоны. Может, какая-то техническая прослужба, Юрий Петрович? Это не техническая прослужба. Она точно становится под мое окно для того, чтобы работать. Это у меня уже из соответствующего места получил полный парад. То есть, внимание вы чувствуете и сейчас? Ну, не только. Меня на телевидение в жизни не пускает. Меня срывает газетные статьи. Меня встречи срывает. Ну, будем считать, что процесс пошел. Мы будем слушать вас с большим, с приликим удовольствием, тем более все ваши знания и то, что вы вошел. Я одно сказал бы вам. Если бы Бог это никогда не будет, но если бы я был когда-нибудь во главе государства, а не к тому, чтобы я там рвусь, я бы в жизни не позволил сделать такие вещи. В государстве называется демократическим. И в этом залог того, что она никогда не сгниет, когда все люди могут выступать и говорить правду. И когда правду не боятся. Если правду боятся, Ницше говорил, вещи, которые утаивают, становятся ядовитыми. В конце концов, они проедают и разрушают государство. И то, что делает, говорит о том, что есть во всем том, что происходит, огромная неправда, раз боятся меня. Если бы я был просто лгунишка, я выглядел жалким, болтуном, и никто не стал меня слушать. Я сам себя бы изжил. Но это не метод, это не жизнь. Вот на таком выводе мы и закончим с вами, к сожалению, закончим беседу о власти и личности. Я полагаю, что все-таки наступает конец таким взаимоотношениям между личностью и государством. Хотелось бы в это верить. Хотелось бы надеяться на то, что Юрий Петрович Власов так и останется для многих камертоном честности, справедливости и добра. И не дай Бог, чтобы ваше просто доброе и замечательное имя было использовано в политических каких-то целях, кем бы то ни было. Я желаю вам еще раз всего-всего наилучшего, Юрий Петрович. Еще раз поздравляю вас с днем рождения. Извините, что мы вынуждены закончить нашу беседу. Я очень вам благодарен, потому что с вашей помощью я смог выступить впервые, впервые за многие-многие месяцы. Спасибо вам. И спасибо тем, кто поздравил меня. Завтра мне 58 лет. Спасибо, друзья. Я прощаюсь с вами до 13.30. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...